Проблема работы депутатов, находящихся в меньшинстве в представительном органе, она раскладывается на две, как минимум на две части. Первая часть – это, собственно, постановка проблемы, которую собираются решать эти депутаты. И вторая часть связана с технологией работы в самом представительном органе, когда нужно вот это решение проблемы, предлагаемое меньшинством провести в жизнь. Чтобы сделать это максимально эффективно. Начнем с первой части. Это постановка проблемы. Вообще сейчас все чаще встречается ситуация, когда в представительном органе города, района или муниципального округа, городского округа часть депутатов представляет собой, ну, не всегда даже оппозиционная, но, скажем так, альтернативную силу той группе депутатов, которая составляет большинство. Не всегда это большинство Единой России. В некоторых случаях у нас уже Единая Россия оказывается в меньшинстве, то есть партия власти нынешней оказывается в меньшинстве. И создается аналогичная проблема. Здесь неважно, какой политической окраски это меньшинство, как ему работать с большинством. Как проводить свои решения, когда нет возможности проголосовать за них. И совершенно однозначно принять эти решения. Итак, первое и самое главное, что необходимо делать, как помните в фильме «Чародеи», да, это видит цель. То есть, если вы хотите провести какое-то свое решение, свою идею, она, безусловно, должна касаться жизненных интересов избирателей, которые вас избирали. И не только у вас, но и в том числе и тех депутатов, которых вы воспринимаете как своих конкурентов. Определив цель, обозначив эту цель, поняв проблему, ну, например, вот эти спайсы сейчас везде написаны, каждого это волнует. Наши дети, они подвержены риску попасться на крючок вот этих вот спекулянтов, этих вот преступников, которые распространяют и информацию об этих спайсах, и сами спайсы. Поэтому, конечно, есть у нас энтузиасты, которые борются, закрашивают эти надписи, они заново-заново появляются. Что делать в этой ситуации? Естественно, вот такую проблему нужно подбирать, которая касается каждой практически семьи, каждого человека. И в этой связи вы должны воспринимать эту проблему не только как проблему вашей узкой группы депутатов, но и как проблему всех, в том числе и депутатов-конкурентов. Очень важна мотивация при этом. Это второй момент. Мы должны понимать, что мотивация должна носить общественный характер, а не касаться узкогрупповых или личных интересов. Если мы начинаем углубляться в анализ личности ваших конкурентов, имеется в виду депутатов, начинаем с того, что говорим о том, какие они плохие, какие они преступники и так далее, то очевидно, что ваше решение не будет принято никогда, даже если оно очень разумное и правильное, как вам кажется. Поэтому здесь очень важно отстраниться от всего личностного. То есть проблема должна иметь общественный характер, должна касаться большого числа избирателей, желательно большинства ваших избирателей, не только избирателей, но и жителей. Не все являются еще избирателями, некоторые недоросли, но и их детей, подростков. Эта проблема должна касаться. И вашей мотивацией должно быть обязательно решение общественной проблемы. Замотивировавшись таким образом, вы имеете возможность сформулировать вопрос таким образом, чтобы дальше было невозможно отказаться его рассматривать. Какие дальнейшие действия? При этом независимо, сколько депутатов находится в меньшинстве, конечно, желательно, чтобы было хотя бы 3 человека на хотя бы 10%, потому что тогда возникает такой эффект обрастания. Есть у вас, есть альтернативные депутаты, вам альтернативные, которые ни при каких условиях не будут голосовать, даже если вы очень хорошую мысль предлагаете. Но большинство все-таки нормальные люди, они же живут в вашем городе, поселке, селе и испытывают на себе те проблемы, которые вы ставите, которые вы ставите как необходимые для решения. Поэтому, конечно, если правильно поставлена проблема, если вы правильно подобрали ключик в этом смысле, то основная часть депутатов, даже если они и с оппозиционной вам партией, вашим взглядом партии, жизненные проблемы будут стремиться решать, как-то присоединяться к вам. Поэтому, если существует такое ядро, у вас уже некое, к нему начинают присоединяться люди при решении не вообще присоединяться к вашей политической позиции, а присоединяться при решении конкретной, жизненно важной, общей для многих проблемы. Теперь смотрите, мы выявили некую проблему. Что мы дальше делаем на самом представительном органе? На заседании представительного органа? Да, я должен оговориться еще и, что, конечно, у вас должны быть приняты все регламенты. То есть это очень важная вещь. Регламент работы представительного органа, порядок внесения проектов решений, порядок рассмотрения этих решений, порядок приема поправок от всех депутатов, должны быть обязательно указаны сроки, формат представления, электронный это вид письменный, или то и другое, формат представления. Обязательно должно быть и говорено, что в случае, если в течение установленного для замечания и предложения сроков, вы подали свое предложение, вынесли его, оно уходит в комитеты комиссии депутатам, депутаты должны в течение какого-то времени, ну, например, в течение недели, выдать вам свое замечание, возражение, или наоборот написать, что все здорово, после чего вы собираете все эти предложения поправки, обрабатываете их, и потом докладываете, что такая-то поправка была рассмотрена, принята, такая-то отклонена по таким-то мотивам. Но бывают ситуации, при которых вы направили свое предложение, они поступили к нужному адресату, но от него в положенный срок не пришло соответствующего ответа. Неважно, какого отказа, поддержки, или просто нейтрального, но не пришло. В этом случае вы имеете основание после того, как вопрос уже вынесен на голосование, поставить, обозначить свою позицию, что давайте не будем тратить время на обсуждение сейчас, так как оно уже было у нас, это время предложено в регламенте до того. Поэтому очень важно, я немножко забегаю вперед, очень важно, просмотрев регламент, понять, существуют ли у вас такие жесткие требования. В случае, если нет ответа, больше уже никакие предложения, замечания, возражения не принимаются, так как возможность их высказать была предоставлена ранее. Итак, анализируйте документы, которые у вас есть. Если в этих документах не содержатся этих норм, их надо обязательно вносить. Они являются процедурными, не политическими, и вряд ли кто-то будет возражать против того, чтобы упорядочить работу, чтобы не затягивать ее, не задерживать. У всех, это же общественная в основном, работа, да, неоплачиваемая депутатам, в массе своей. Поэтому тоже же важно, чтобы вы не сидели там допоздна, и не рубились, не отрывали время от семьи, от своих, и так далее, от других дел. Поэтому очень важно упорядочить процесс, и любое предложение по созданию порядка, конечно, оно вряд ли будет, ну, скажем так, отвергнуто. Итак, создали порядки, создали правильный регламент, и дальше уже можно работать на самом представительном органе. Итак, как мы работаем на представительном органе? Есть такой принцип, не мной придуманный, он очень хорошо известен, принцип трех «да». Для того, чтобы вы сформировали поддержку со стороны депутатов, которые не склонны вас поддерживать в обычной жизни, и во многих случаях являются вашими оппонентами, то для этого нужно формулировать свои предложения таким образом, чтобы неизбежно ваш оппонент ответил вам «да». Как это делается? Ну, например, вот с теми же спайсами, мы первое, что делаем, мы говорим «Друзья, есть такая проблема в нашем городе, в селе-поселке?» Ну, если она реально есть, ну, и на всех стенах, там, на заборах написано, то все вынуждены сказать «Да, такая проблема есть». Тем более, мы знаем, что об этом пишут СМИ, в том числе и официальные СМИ, об этой проблеме, да, об этой проблеме сообщают правоохранительные органы нередко на всех совещаниях, посвященных вот проблемам, да, борьбе с наркотиками или так с... иногда не наркосодержащими, да, вот этими вот искусственными стимуляторами, да, различными, вот. То есть мы говорим, есть такая проблема? Есть. Если она есть, то вам, хочешь, не хочешь, люди ответят «да». Второй вопрос, это нужно ли ее решать, эту проблему? Ну, тут тоже же нет другого ответа, правда? Никто же не скажет вслух, что не нужно решать проблему, вот если она есть, уже признана проблемой, всеми депутатами вашего представительного органа, что ее не нужно решать. Это второе «да». Они отвечают «да», ее решать нужно. Третий вопрос связан с тем, что, да, а кто? Должны ли решать ее мы с вами? Ну, если у нас в полномочиях есть такая возможность, то, конечно, здесь тоже неизбежно «да». Вряд ли кто-то из ваших конкурентов политических откажется, скажет, нет, мы не должны ее решать, если можем, если имеем такую возможность по закону. Соответственно, это третье «да». После того, как вы получили три «да», проблема есть, решать ее нужно, и решать ее должны мы. Дальше возникает следующий шаг, это создание рабочей группы по решению этой проблемы. Естественно, в эту рабочую группу должны записаться все, кто желает принять в этом участие. Очевидно, что инициатор или инициаторы этого предложения и, естественно, входит в эту рабочую группу. А дальше вы предлагаете всем, из тех, кто уже согласился, что проблема есть, ее надо решать, ее надо решать вам, любому желающему войти в эту рабочую группу. Желательно сразу определить предельный состав этой группы. Она не должна быть раздутой, иначе смысла нет. Она не должна включать всех депутатов, например, представительного органа. Ну, в зависимости от того, сколько у вас депутатов, от 10 до 50, условно говоря, берете и три человека, пять человек. Ну, разумное количество, чтобы можно было собраться и работать по этой проблеме. Создали рабочую группу, куда в том числе вошли ваши политические оппоненты по их желанию. по их желанию. И дальше в рабочей группе, естественно, начинают обсуждаться варианты решения проблемы. Безусловно, инициаторы предлагают эти варианты, и вы их обсуждаете. Желательно, чтобы в этой рабочей группе все имели возможность, это очень важный момент, все имели возможность высказаться, все имели возможность именно по проблеме, еще раз говорю, не по личностям, кто-то такой там, и так далее. Вот есть проблема, мы ее решаем. Каждый должен иметь возможность высказаться. Высказывание предложений каждого должно быть записано, обсуждено и проголосовано на рабочей группе. Если вы видите, что предложение разумное, предложение работает на решение проблемы и реально к исполнению, то его, конечно, нужно принимать. Мало того, о том, что это предложение было высказано вашим конкурентам политическим, обязательно нужно упомянуть в докладе потом на представительном органе, когда вы будете обсуждать уже проект, выносимый на рассмотрение всех депутатов. Это очень важно, потому что вы получаете в этом случае союзника уже внутри круга лиц, которые вам до этого были оппонентами. Итак, рабочая группа вырабатывает некий проект решения, текста, неважно, что это будет, положение какое-то, будет это разовое решение, положение не имеет значения. Короче, проект муниципального нормативного правового акта, который направлен на решение этой проблемы. В данном случае мы говорили о спайсах, на решение этой проблемы. Затем, после того, как проект этот готов, рабочий вариант готов, он рассылается в соответствии с регламентом, рассылается или раздается в зависимости от того, как принято в вашем представительном органе, раздается под роспись, например, всем, каждому депутату представительного органа и официально в каждую комиссию или комитет, в зависимости от того, как вы называете эти внутренние рабочие органы в вашем представительном органе. И в соответствии со сроком, установленным в регламенте, в определенный момент вы собираете эти предложения, замечания уже от всех депутатов и еще раз на рабочей группе их прокручиваете. Опять же, все те предложения, замечания, которые работают на решение проблемы, вы должны их принимать, даже если они идут вразрез с вашими какими-то идеями, но если вы признаетесь, что они работают на решение вашей задачи, которую вы ставили изначально, то лучше отказаться от своих, скажем, менее эффективных предложений и принять предложения, которые даются вашими даже оппонентами. После всего этого вы выносите проект на рассмотрение представительных органов и делаете доклад. Обязательно этот доклад должен содержать историю работы, короткую, краткую историю работы рабочей группы, обязательно упоминание высказанных альтернативных предложений, обязательно о том, какие предложения были приняты, обязательно нужно сделать акцент на том, что вопреки нашей первоначальной идее оказалось, что эти предложения, например, лучше решают проблему, вот спасибо там такому-то, спасибо такому-то, спасибо депутатам, которые прислали вовремя свои предложения и даже замечания и даже возражения, мы их, вот эти учли, вот эти посчитали, И это мы сейчас с вами на заседании можем это обсудить еще. Вот эти посчитали неработающими на задачу, поэтому отказались от их учета. Но мы их все рассмотрели, все рассмотрели, и по всем у нас есть аргументы, почему мы их приняли или почему рабочая группа посчитала необходимым их отклонить. И здесь еще важно, что это делают не активисты, не меньшинство, а это делает рабочая группа, куда входят уже представители разных групп в представительном уровне, разных политических взглядов. После чего, да, вы обязательно говорите о том, что от таких-то, таких-то депутатов или комитетов комиссии не пришло в надлежащий срок возражения, замечания, что считается в соответствии с нашим рекламе согласием с предложенным текстом. Вот это сделали, после чего ваш проект, уже теперь он не ваш, он теперь уже проект вашей только инициативы, он уже проект рабочей группы и той части депутатов, которые внесли конструктивные предложения в его... И вы понимаете уже, что теперь это... Все понимают теперь, что это не проект какой-то маргинальной части, да, там, которая вот ничего... А это проект наш. Но вам же надо решить проблему, правда? Вам же не важно не запозиционироваться как, ну, лично, вот я вот его внес и вы вот его дал. Вам, вы же, если вы ради проблемы работаете, то это не имеет существенного значения. И после того, как решение принято, вами инициированное, вы можете не сомневаться, что его все равно свяжут с вашим именем и с вашей инициативой. Даже если вы не подпишетесь там, что вы там были где-то, да, понятно, что вы его озвучили, вы его ввели, вы ввели рабочую группу, вы выступали с докладом. И, тем не менее, это общий проект, инициатором которого были вы. Любой первый такой успех работы, он поднимает ваш авторитет в среде всех депутатов, очевидно. За исключением уж совсем отвязанных, кому вообще ничего не надо. Кто вообще не замотивирован на решение общественных интересов, а пришел только для своих корыстных там личных целей каких-то работать в представительном уровне. Поэтому основная часть здоровых депутатов, независимо от их политической ориентации, будет вас воспринимать как человека конструктивного, да, имеющего свое отличное от их мнение, но конструктивного и работающего на интересы избирателей. На интересы жителей, скорее, даже не избирателей, всех жителей. И следующее ваше предложение будет уже восприниматься с меньшим сопротивлением, с большим интересом, и больше желающих будет участвовать в совместной с вами работе по решению проблем. Еще раз подведем итог, да, очень важно. Первое. Проблема, которую вы выносите на всеобщее обсуждение, должна касаться многих, а лучше большинства, жителей вашего муниципального образования. Второе. Эта проблема не должна носить личностного характера или узкогруппового характера. Она не должна приносить в итоге дивиденды или бонусы кому-то одному или какой-то группе, да, понятно. Третье. Вы должны иметь законную возможность решить эту проблему. То есть в полномочиях у вас должно быть написано, что вы вот эта тема, которую вы можете решить, очевидно, да. И следующее, это, конечно, максимальное вовлечение в разработку муниципального правового акта, максимальное вовлечение в том числе ваших оппонентов. Учет всех здравых мыслей, даже конкурентных мыслей, да, ваших, но если они лучше, чем ваши, их надо принимать. И обязательно обозначение всех авторов хороших идей и мыслей, которые внесли эти предложения в вашу первоначальную идею, в ваш проект. Ну вот это как бы первый срез. Есть еще другие аспекты, которые мы можем обсудить в следующий раз. Продолжение следует...